Всем приветики! С вами Натали и вы попали на мой бьюти канал. Сегодня у меня видео обзор, видеотест, немного макияжа, ну в общем всего понемножку, потому что сегодня я хочу вместе с вами протестировать коллекцию от Essence. Сейчас я держу в руках эту коллекцию и называется она Crystal Dreams. Вышла она еще зимой, может быть в январе или феврале, я точно не знаю. Но ко мне в ручке она попала примерно, может быть, месяц назад, чуть поменьше. Да, я понимаю, сейчас постепенно все за окном начинает цвести и пахнуть, а коллекция по сути все-таки прохладная и зимняя. Ничего страшного, все равно мы это протестируем на себе, посмотрим, побрызжем, помажем. Я надеюсь, что вам интересно так же, как и мне. Сразу скажу, что в коллекцию входят не все продукты макияжа, ну то есть здесь нет туши, какого-то средства для бровей, здесь у нас палетка, хайлайтер, еще несколько веществ, в общем, что есть, то и будем пробовать. Если вы любите такие обзоры, то ставьте большой палец вверх, а также я вас очень жду в своем инстаграм, ссылку на который вы, как всегда, найдете в описании этого видео. Там я появляюсь чаще, чем на ютубе, поэтому очень-очень жду. И первое, что я буду пробовать, это вот такая кисточка, она нереально красивая. Вы посмотрите, я как будто держу в руках какой-то, я не знаю, алмаз, камень такой вот граненый, жезл удачи, свободы, сила, любви и чего-то еще. Кисть эта подойдет для рассыпчатых текстур, ну то есть наносить, в принципе, рассыпчатую пудру, может быть, румяна, хотя, конечно, сомневаюсь насчет румян, все-таки она большая для румян. Думаю, для пудры вот это самое идеальное, как рассыпчатую, так и прессованную, может быть, хайлайтер чуть-чуть. Она очень-очень мягкая, естественно, она не натуральная, как будто какая-то кошачья лапка. Ей наносить сегодня я буду пудру, но так как пудры в коллекции нет, я наносить буду пудру свою. Слушайте, рано я с кистью, короче, начала, давайте сначала вот что протестируем, вот, а потом сразу же уже кисточку. Что-то я не подумала, у меня здесь есть вот такой тюбик, который называется люминайзер. Это средство, которое можно нанести как самостоятельное средство на кожу лица, чтобы сиять, можно использовать как хайлайтер на отдельные зоны, можно вообще написано смешать со своим фундейшн, то есть со своим тональным кремом и уже нанести на лицо. Я буду наносить его точечно, как хайлайтер над скулами, может быть, немножечко под бровь, посмотрим, может быть, кончик носа, в зависимости от того, как вообще это средство выглядит. Такой вот прям маленький тюбик, здесь 30 миллилитров, сначала посмотрим на руке, я выдавлю его буквально немножко, Смотрите, он прям такой светленький, как кремик, пахнет немножечко какими-то цветочками, вот так он прям смотрится как крем. А если его растушевать? Ооо, ну он просто для белоснежек, ребят, вы посмотрите на это. Не знаю, насколько уместно сейчас это будет на мне смотреться, прям подсвечивает кожу и дает такое именно холодное сияние. Ну, прям действительно, для таких зимних каких-то вот принцесс. Я снова нанесу просто на руку и пальчиком уже возьму на скулы, ну не на скулы, на скулой вот сюда. Главное не переборщить, потому что он прям очень прохладный, буквально вот. И кисточкой для хайлайтера я попробую его вбить, посмотрим, как это будет ложиться. Надеюсь, не сделает никаких дырочек, потому что на мне уже есть тональный крем, как вы поняли. Он схватывается очень быстро. Нельзя винить продукт, тут скорее всего моя ошибка. Если бы я только-только наносила тональный крем, он у меня еще не застыл там на лице, и я сразу же нанесла вот это, тогда бы он, конечно, ложился более послушно. Но хотя, смотрите, в принципе, распределяется неплохо. Главное не дать ему быстро застыть, потому что сделает пятнышко. Посмотрите, в принципе, я распределила. Красивое такое вот сияние. Правда, далеко вот здесь уехало. Но ничего, я все равно еще запудрю, поэтому не страшно. Также сделаем на другой стороне. Тушуем как можно скорее. Мне очень нравится цвет. Прохладное такое сияние. Очень-очень завораживающе, ребят. Прям почти что в стиле Эльза из холодного сердца. В принципе, он лег довольно недурно, учитывая, что у меня тональный крем не самый бледный. По-моему, смотрится очень даже естественно. Как вам напишите? Сделаю туда еще на кончик носа. И тоже быстренько втушевываем. И над губой. Усики молочные. Добавилось у меня сияние, причем выглядит оно довольно-таки естественно. Мне нравится. Сейчас я припудрю. Излишний блеск уйдет, потому что у меня пудра рассыпчатая. И как раз протестирую эту кисточку, как она наносит пудру. Я набираю на кисть. Ну, кстати, она не сильно набирает средства. Не хочет много брать, оставляет все в крышке все равно. То есть ворсинки, судя по всему, у него прям очень-очень гладкие. И не сильно она в них забирает средства. Ну, зато так не переборщишь. Во всем есть, наверное, свои плюсы. Ну, что я могу сказать, ребят? Ну, кисть как кисть. Такая вот бюджетная обычная кисточка. Без каких-то профессиональных там особенностей, да? Но к лицу мягкая, приятная. Что мы пробуем дальше, ребята? Это вот такой хайлайтер. Вот посмотрите на эту упаковку. Это нереально красиво. Выполнена из такого вот картона. То есть она не пластиковая. На магнитике она идет. Оттенок 01 называется он Love at First Sight. Розовый серебристый хайлайтер. Смотрится он, конечно, красиво. Его даже жалко ломать кисточкой сейчас. Так как хайлайтер у меня нанесен, вот этот вот жиденький. Этот я нанесу совсем немного, наверное, под бровь. И, конечно же, сделаем с вами свотч. Ну, то есть я не буду его туда-сюда гонять там по лицу, да? Сейчас я его разотру. Ой, слушайте, он такой не сильно сухой. Смотрите, я особо сильно даже и свечения-то и не вижу. Непонятная текстура. Вроде бы вот просто прессованный хайлайтер. А какой-то он как будто густой и комочками хочет собраться. Вот такой я, конечно, не очень люблю. Как бы сильно я не любила бренд Essence. Но, по-моему, этот продукт мне не очень зайдет. Ну, то есть, вот видите? Пигментированность мощная. И просто как будто мел. Чтобы увидеть блеск, надо именно вот прям на свет. И чуть-чуть есть такое подсвечивание. Мне кажется, красиво, конечно, будет выглядеть там в ночных клубах. Под огнями, под всеми вот этими, да? Сейчас я, конечно, не могу оценить по достоинству. Не знаю, давайте нанесу немножко на кончик носа. Ну, не знаю. По-моему, пигментация у него большая очень и сильная. Больше бросается первым делом вот этот вот белый подтон, чем сам этот красивый блеск. Я, в принципе, поняла задумку Essence этого продукта, да. Но вот, ну, что-то немножечко не удалось, ребят, мне кажется. Прям откровенно, что он плохой, я сказать не могу. Но мне не очень нравится, как он ложится. Вряд ли я продолжу им пользоваться. Теперь мы переходим к палетке теней. Тоже она такая красивая-красивая, серебряная. Называется она Give Me Crystals 01. Ну, там, по-моему, как раз одна палетка и есть в коллекции. Залипательная просто упаковочка. И вот так выглядят тени сами. То есть здесь тоже нет зеркальца. Что, конечно, меня удивило, это то, что здесь нету каких-то голубых, белых, серебристых оттенков. Ну, то есть явно таких вот холодных. Потому что коллекция-то все-таки холодная, да. Здесь мы видим довольно стандартные оттенки. Коричневые, золотистые, кирпично-золотистые. Там где-то более коричневые, где-то более медные. Ну, то есть неожиданно увидеть такую подборку оттенков. Давайте я сначала сделаю сводчи, покажу вам их на руке. А потом мы сделаем такой вот легкий макияжик. А вот и сводчи, ребята, посмотрите. Пигментация у палетки просто на ура. Единственный цвет, который заставил меня засомневаться, вот этот. Потому что он такой, типа, как слюдообразный, что ли, не знаю. Его тяжело набирать пальцем. Вот этот почти что незаметный. Ну, вот вы видите, он прям такой слоновая-слоновая кость. Вот он прям посередине. Коричневый у него пигментация тоже прям мощная. Но я редко таким тенем пользуюсь. Остальные оттенки просто шикарные. Особенно мне понравился вот этот горчичный. Очень он красивый. Понравился вот этот второй, бронзовый. И понравился предпоследний. Вот этот очень красивый, насыщенный и блестящий цвет. Палетка очень классная. Единственное, да, странно, что здесь нет прохладных цветов, как я уже и сказала. Самое холодное, что здесь есть, это, наверное, вот этот розовый. Да и тон какой-то такой. Все равно персиковый его холодным не назовешь. Так, давайте я сделаю какой-нибудь мейк. И к вам вернусь. Ну что ж, ребята, вот и мой макияжик такой он у меня получился. Не оценивайте меня очень строго, пожалуйста. Потому что я не визажист. Но, кстати, я учусь. Что я хочу сказать про эту палетку? Когда я и красилась, я, конечно, поняла, что ее минус в том, что здесь всего раз, два, три, всего три матовых оттенка. И то один из них, вот этот вот очень спорный. Не знаю, куда бы я его применила для своего макияжа. И вот эти вот два. Все. То есть затемнить внешний уголочек глаза сильно-то и нечем. Я затемнила его вот таким вот этим бордово-баклажанным оттенком, или как его назвать, не знаю. Он растушевывается так довольно сложновато. Я сначала на этом глазу вообще ушла куда-то вот далеко, пришлось мне стереть и заново здесь все сделать. Также сделала стрелочку, оттушевала все на нижнее веко. Белым карандашом я подвела слизистую. И, кстати, хочу вам сказать насчет, вот вернемся снова к этому хайлайтеру, да, который розовый, который сказал, что мне не понравился. Я знаю, как ему дать все-таки жизнь. Потому что я вот во внутренний уголок глаза, вы можете видеть, вот, я сделала блик. И сделала я это именно этим хайлайтером. Хайлайтером для такого использования, мне кажется, он идеальный. Он прям придал такой тияющий луч внутреннему уголочку. Мне прям понравилось. Я буду использовать этот хайлайтер именно по такому назначению. Что нам еще осталось протестировать из этой коллекции? У меня остались вот таких два блеска для губ. Ну, точнее, это даже не блески. Это у нас позиционируется как лип-ойл, то есть масло для губ. И я так понимаю, оно придает оттенок. Вот не знаю, работает ли это как тинт, либо работает это как помада, которая после нанесения сразу идет уже в цвет. Потому что вот здесь, по сути, у нас прозрачный оттенок. А здесь такое малиновое, очень красивый розовый. Они очень залипательные. Казалось бы, вроде, ну, вот обычный, наверное, там, блеск для губ, да? Но нет, он как-то так вот выполнен. Не знаю, мне очень нравится. По-моему, очень фотогеничные, они привлекательные. Сами вот упаковочки их. Поэтому давайте сначала нанесу их на руку. И оттенки у меня здесь 02 Crystal и 01 Frozen Kisses. Пахнет, знаете, такой ванилькой. Очень тяжело, кстати, вот почему-то аппликатор вынимается. Ну, то есть здесь узенькое вот это горлышко. Сначала прозрачный. Ну, просто тут такое, как бы, маселка. Ну, у него, кстати, по-моему, есть легкий-легкий розовый оттенок. Прям вообще еле заметный. Розовый цвет. Поинтенсивнее здесь, да, такая малинка. В общем, я сейчас накрашусь вот этим прозрачным. Он все-таки тоже чуть-чуть розовый. Вот посмотрите сводчи. То есть, который прозрачный, он идет с легким подтоном розовым. Прям гелиуловимым. Ну, то есть он губы особо вам не окрасит. Но придаст такую маленькую-маленькую розовиночку. И этот розовый, да, он более явный. Ну, оба они, конечно, как просто масла для губ. Какой-то цвет получить с ними нереально. Я думаю, их можно носить поверх матовых помад. Кстати, вообще не липкое масло, в отличие от блеска, в котором мы привыкли. Вот, ребята, посмотрите на мои губы. Красивый такой блеск. И легкий-легкий вот розовый оттенок. Даже не оттенок, а как будто это масло подчеркнуло цвет моих губ. Он стал такой понасыщеннее и более выделяться начал. Вот, смотрите, вы заметили это, не заметили? Мне прям нравится. Думаю, продолжу пользоваться маселком обязательно. Ну, и последнее, что у меня в тесте сегодня, это спрей. Я сначала подумала, что это спрей для тела, для придания такого сияния. Там, типа, на зону декольте обрызнуть, на шею, куда-то там на плечи. Если у вас открытое платье, да, вы пошли на какую-нибудь вечеринку. Это не просто блестящий спрей. Это еще и фиксация макияжа. Я не представляю, как я сейчас буду сиять, когда я орошу этим свое лицо. Называется Lightning Spritz. Встряхиваю его как следует. Сначала я пшикну на руку, понюхать, чем он пахнет. А почти ничем он не пахнет. Ну, цветочками каким-то, чуть-чуть, по-моему, и все. Смотрите, я брызнула на руку, такие прям здесь капельки явные. Ну, для лица это не есть хорошо. Ну, ладно, давайте попробуем. Да, я прям чувствую, как среди распыления есть еще довольно крупные капельки. Сейчас, если я увижу крупные капли, я их просто тушую пальцем. Ждем, когда подсохнет и посмотрим на лицо. Ну что, ребята, спрей у меня подсох на лице, посмотрите на этот эффект. Мне кажется, что камера вам очень хорошо должна передавать вот это сияние. Но я хочу сказать, что это не смотрится перебором, ну, по крайней мере, для меня. Я все-таки со своей точки зрения, да, оцениваю. Единственный минус, это вот крупные капли некоторые, которые вылетают. Вот здесь, около носа, вот есть у меня крупная капелька. Вот здесь, около стрелочки, есть крупная капелька. Хотелось бы, чтобы помельче как-то пшикал, но, в принципе, не дурно, не плохо, мне нравится. И, кстати, посмотрите, помада стала еще ярче. Ну и на этом все, я заканчиваю свой обзор. Напишите, заинтересовала ли вас какой-то из продуктов, что вам понравилось, что вам показалось сомнительным. Пробовали ли вы из этой коллекции у Essence что-то? Вообще, как вы относитесь к этому бренду немецкому, нравится, не нравится? Может быть, у вас есть какие-то прям must-have даже от этого бренда? Все, спасибо вам, ребята, за просмотр и увидимся уже очень-очень скоро. Пока-пока!